Студия информационного агентства России ТАСС продолжает свою работу в рамках четвертого международного рыбопромышленного форума. И у нас в гостях сегодня Александр Витальевич Цибульский, губернатор Архангельской области. Александр Витальевич, спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Итак, мы все, конечно, с интересом следили за пленарной сессией. Говорилось очень много о том, как рыбная отрасль пострадала и преодолела ковидные времена. Надеемся, что сейчас мы входим в постковидную эпоху. Если говорить о перспективах развития рыбопромышленного комплекса по морю, то на что делает ставку сейчас Архангельская область? Это промысел или развитие аквакультуры? Ведь мы знаем, что, конечно, траловый флот самый старейший в России, но аквакультура становится такой центральной темой этого форума. Давайте скажем так. У нас то, что касается промысла, это такой традиционный вид деятельности, который развивался много лет. Я об этом сказал на пленарной сессии, что промысловый лов является частью генокода помора, жителей Архангельской области. И, в общем-то, испокон веков является неотъемлемой частью жизни. Поэтому мы промысловый флот и промысловый лов, несомненно, поддерживаем и очень хотим, чтобы он развивался. И в этом смысле создаем все условия для того, чтобы компании чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне. И, в общем-то, первые результаты уже в этом году видим, потому что мы видим, что часть компаний, которые до этого перерегистрировались в другие регионы и уходили, они вернулись в Архангельскую область. Это очень приятно для меня. Это те компании, которые входят в холдинг СЗРК и которые так или иначе являются партнерами травового флота. Для нас это, естественно, возвращение компетенции, которая так для нас важна, но и возвращение, конечно, и доходов, и налогов, и рабочих мест и так далее. Поэтому это то, что касается промысла. То, что касается аквакультуры, это для Архангельской области направление достаточно новое. Оно недавно развивается, но тот темп от развития, который мы сегодня видим, тот интерес со стороны инвесторов, который демонстрируется, честно говоря, дает нам основание достаточно позитивно и с оптимизмом смотреть на развитие именно этого направления. Я приводил цифру, повторю ее, что буквально за 4 года рост объемов производства рыбы именно в рамках объектов по развитию аквакультуры составил 2,7 раза. Поскольку я большинство из этих проектов знаю и посещал лично, я понимаю на те инвестиционные планы, на которые сегодня рассчитывают эти предприниматели, и уже понимаю те меры поддержки государственные, которые мы им окажем в ближайшее время. И я думаю, что мы как минимум за 2 года сможем эту цифру удвоить. Поэтому здесь, я думаю, что мы в том числе, наверное, сегодня в части такого наиболее активного государственного участия, конечно, смотрим именно на развитие аквакультуры как новой компетенции для Архангельской области. Сегодня был также обозначен такой кадровый дефицит отрасли. И насколько мы знаем, Архангельская область может стать как раз основной площадкой для подготовки квалифицированного персонала для рыбной индустрии. О чем идет речь? Какие существуют здесь перспективы и возможности? У нас вообще это задача номер один, которую мы перед собой ставим. И это стать таким кадровым и научным центром развития Арктики. У нас для этого есть все. И здесь я абсолютно это говорю ответственно. Что на рыбной отрасли сейчас остановлюсь чуть подробнее. Но на самом деле у нас субъект федерации, в котором располагаются два крупных, действительно, один из которых федеральных университета. Это Северный государственный медицинский университет, по сути, единственный в европейской арктической части. И Северный арктический федеральный университет. Федеральный университет, который уже тоже, в общем-то, пользуется серьезным авторитетом. В этом смысле у нас есть хорошая образовательная база, на которой можно развиваться. Кроме того, у нас есть и научно-исследовательские центральные институты Российской академии наук ФИЦКИРАН. Это тоже уникальный институт. Вот недавно, буквально в этом пандемийном 2020 году, мы открыли новый лабораторный огромный корпус, который, в общем-то, наверное, сегодня будет одним из самых современных. Это нам дает основания полагать, что мы можем стать таким научно-образовательным донором, на самом деле, для многих регионов Северных. Что касается рыбной отрасли, это тоже, я еще раз повторю, действительно именно пандемийные ограничения, которые были достаточно жесткими в части команд кораблей, судов, которые заходили в Архангельский порт. То есть, условно говоря, один член команды заболевал, было обязательное требование Роспотребнадзора менять всю команду. Значит, вся остальная команда направлялась на изоляцию. Чтобы суда не простаивали, надо было очень оперативно сразу направлять другую команду, которая бы выходила на промысел. Это, конечно, еще больше для нас, ну, что называется, показало проблему кадров, которые существуют в отрасли. У нас традиционно всегда был вот этот рыбный промышленный колледж на территории Архангельской области. Он долгие годы был отдан нашим соседям в технический университет в Мурманске. И, конечно, он, это естественным образом, находящийся в другом субъекте, там, филиал, он, в общем-то, так по остаточному принципу рассматривался нашими коллегами. И я еще раз говорю, это не хорошо, не плохо, это естественным образом, поскольку у них есть своя база, которую они развивают в границах своего субъекта. И фактически уже было принято решение о его ликвидации. И вот в этот момент, когда мы поняли о том, что кадровый дефицит действительно серьезный, мы приняли решение о том, что мы возродим этот колледж и профинансировали, у первых 50 миллионов туда направили, мы получили заново лицензию, мы его переоформили как филиал Северного Арктического Федерального Университета. И сегодня пошли дальше, в результате, когда мы, собственно, прикинули модель его развития, мы поняли, что сегодня отрасль требует специалистов другого уровня. Сегодня нужны специалисты на самом деле уже в большей степени с высшим образованием, которые могут работать на том оборудовании, которое используется компаниями. И мы пошли дальше, и мы решили создать высшую школу рыболовства на базе этого колледжа. Сейчас уже САФУ вместе с нами занимается вопросом получения лицензии на высшее образование. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем готовить кадры, в том числе обладающими высшим образованием. И новыми компетенциями, которые требуют времени. Мне бы хотелось сделать это именно современными компетенциями, которые сегодня востребованы отраслью, а не которые у нас традиционно мы привыкли готовить. Также развитие береговой инфраструктуры – одна из центральных тем рыбопромышленного форума. И вообще для рыбной отрасли такой ключевой драйвер. Каким образом развивается берег сегодня в Архангельской области? Берег развивается активным образом, если брать в целом портовую инфраструктуру. То есть здесь понятно, что у нас порты в основном частные. И здесь с учетом потенциально увеличивающегося грузооборота сегодня вкладываются деньги в развитие инфраструктуры, строительство новых причальных стенок. Это естественным образом, потому что с учетом тех проектов, которые начались в Арктике, самым удобным портом для перевалки именно строительных грузов, грузов крупногабаритных является Архангельский порт, самое короткое плечо до Москвы, и в целом достаточно площадей для этой перевалки. В отличие от наших соседей, которые, конечно, там по масштабу значительно больше, чем мы, и в этом смысле имеют свою номенклатуру, на которую мы не претендуем. Но если брать именно в отношении к сегодняшней нашей теме, я имею в виду рыбной промышленности, то у нас Архангельский травовый флот также владеет портом. И на базе этого порта, в рамках рыбопромышленного кластера, который у нас создан, мы как раз планируем создать центр судоремонта и судостроительства, который и признал в первую очередь стать такой базой для ремонта рыбопромысловых судов, которые сегодня находятся на промысле. Это уже сегодня осуществляется, уже такой цех создан, уже заказы есть суда, приходят в несезонное время на ремонт. Сейчас, в ближайшее время, вот только что мы встречались с акционерами, они планируют покупать большой качественный плавучий док, который еще больше даст возможность для этой организации. Ну а для нас, еще раз, мы, так сказать, не только же регион рыбаков, но это все-таки регион корабелов, и, собственно, судоремонт, судостроительство – это тоже компетенция, накопленная в области огромной. И сейчас их возвращать надо все больше и больше для того, чтобы мы, ну, что называется, по-новому эту отрасль могли вдохнуть в нее жизнь, именно в гражданское судостроение. Спасибо огромное. Да, хотела отдельно остановиться на арктическом и рыбопромышленном кластере. Утверждена программа развития кластера с 2020 по 2024 год. Какие флагманские проекты будут реализованы в рамках этой программы? Ну вот судоремонтный, судоремонтный кластер, о котором я сказал. Кроме того, это развитие портовой инфраструктуры, это развитие аквакультуры как отдельного направления, это развитие образовательно-научного центра, о котором я сказал, и это тоже сейчас уже очевидно выделяется в отдельное направление. Вот, наверное, такие основные направления. Еще, кроме того, мы сейчас активно, я тоже затронул это, я не знаю, в своем выступлении, еще раз повторюсь, ведем вопрос, так очень аккуратно подходим к вопросу рассмотрения, добычи морских млекопитающих как отдельного промысла. И традиционно он всегда был как частью рыболовного промысла. Сейчас, в последнее время, он, конечно, там забыл. Силу разных причин, и, наверное, и этических, и экономических, действительно, востребованность на рынке пропала. Мы сейчас с норвегами, они активно подошли, они активно сейчас подходят к возвращению этого промысла, потому что, действительно, это связано в том числе и с биологическим балансом, который должен быть в природе. Когда зверь, собственно говоря, размножается, а рыба при этом промысловым образом добывается, то существенным образом мы можем получить дефицит именно рыбы. Мы сейчас очень аккуратно, 24 сентября, планируем провести первое заседание совместной комиссии с норвегами и посмотреть, именно начать такую научную стадию исследования этого вопроса для того, чтобы понять в целом, есть ли в этом экономическая, социальная, научная, ну и, самое главное, экологическая целесообразность, потому что это тоже вопросы, которые все-таки требуют отдельного, как минимум, внимания. Цель устойчивого развития также является центральной темой, в том числе и рыбопромыльственного комплекса. То есть нет пока понимания, о каких видах млекопитающих идет речь? Мы пока просто подходим к изучению, к возвращению интереса к этому вопросу и начала какого-то научного изучения. Ну что ж, спасибо вам огромное, что нашли время, заглянули к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в студии агентства ТАСС был Александр Цибульский, губернатор Архангельской области. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.